всем привет друзья сегодня на канале у меня новый ролик снова и мы делаем с вами сегодня снова обзор на российских обжарщиков и прежде чем начать я конечно же хочу благодарить всех тех благодаря кому этот проект вообще может существовать друзья благодаря вашим донатом совершенно иногда небольшим вы можете вносить на этот проект хоть 50 рублей хоть 100 рублей мы можем огромной группой собраться и закупать кофе совершенно у любых российских обжарщиков ну кстати не только у нас есть такой небольшой совет коллегиальный орган мы там голосуем поэтому каждый кто внес дома может туда вступить и внести свой голос и возможно мы запутным каких-то там других до обжарщиков может быть за границей в общем благодаря этим небольшим донатом вы гарантированно можете купить кофе который подходит под джазу потому что ни для кого не секрет что когда ты выбираешь кофе под джаз вот и тысяча 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 вот как случае вот здесь я даже не знаю сколько 15 тысяч ну много и не все подойдет по джазу и вот это очень сильно расстраивает это в первую очередь меня расстраивало когда я вот учился только кофе в джазу и готовить реально неправильно подобранный кофе может внушить вам вот именно вам что у вас что-то не так руки не те джезу не как вода не то а дело все в зерне поэтому благодаря этому проекту вы можете купить гарантированную кофе который джазу будет круто раскрываться обязательно поддерживать этот проект проходите мою группу по ссылочке в описании там можно внести свой донат и конечно же просто в группу вступать потому что огромное количество всего интересного а мы с вами начинаем и что у нас здесь ну у нас видите черные коробки дорого-богато что же это фауна прошлый раз как вы помните я делал обзор на кофе от фауна и прямо мы были в восторге мне очень понравилось ребятам в группе понравилось короче мы прям на фауну ноги подсели и мы решили дальше продолжить закупать их верхнюю линейку вот это вот черненькие коробочки это верхняя линейка поэтому давайте снова обозревать кофе от фауны сейчас давайте по обжарке ну по срокам доставки по упаковке так далее все 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 обсудим и приступим к разбору каждого отдельного лота и обсудим как все это дело работает в джезе потому что большинство как раз таки покупающих это интересует я могу понять что вы смотрите допустим этот контент данный цвет вы особо не пьете поэтому я в обзорах тоже добавляю как это все дело работает в проливайка давайте так кофе как всегда приехал очень свежим и классно то есть у фауна с этим вообще нет никаких проблем там заказ день-два не жарят и там день-два это у тебя то есть всегда кофе супер супер свежий здесь вообще вопросов никаких нет коробки упаковка те которые серии интеграли они упакованы вот как и были вот в такие вот коробочки проблема никуда не делась внутри коробочек также абсолютно не имеющие нумерации никакие пакетики поэтому понять если вы эти коробочки спутаете что у вас за кофе в каждом из пакетиков вы не поймете фауна это не слышат но в целом все дорого-богато круто у нас из этой линейки интеграли два лота и вышла еще одна линейка вы скажете куда дороже куда дороже 1700 или там 1800 да куда дороже а вот туда дороже уже за 100 грамм но те же самые там условно 1800 вышла новая линейка называется и сима надеюсь я правильно читаю это вот если этот типа для буржуа да для французских то это для британских монархов или там вот вот тут для такого уровня вот у нас три лота из этой линейки поэтому сегодня мы с вами будем обозревать просто прямо прямо жир вот то есть жирнее жирнее в россии вот давайте давайте я подумаю наверное только силки драм силки драм такие интересные ребята то есть вот если покупаешь фауну да и понимаешь что дорого то когда смотришь сайт силки драм там вы знаете как даже если 20 тысяч рублей взять держишь в руке 20 тысяч рублей и заходишь на сайт силки драм и испытываешь ощущение что ты вот убираться пришел потому что там 100 грамм там 3 800 100 грамм там 3 там это ну и то есть как бы даже на двадцатку то особо кофе там не выбрать вот поэтому в случае вот наверное еще буржуазийные ток силки драм но все равно у нас сегодня с вами жир давайте не отходить от фауны какие у нас сегодня лоты в линейке интеграле у нас хайра арчила лула это такой специфический лот инфьюз вот этим вот фруктом или что это овощ лула который определенным таким вкусом обладает следующий момент кофе которого не было на сайте но который мне ребята прислали вместе с этой посылкой перу чачмайо по так называется вот так вот выглядит в общем сейчас я расскажу в линейке и сима у нас с вами эквадор сан августин эквадор финджа хоррора и колумбия филиппе арчила я вариация и я во то есть у нас три года давайте как бы всего начать я наверное начну с вот этой линейки и сима потому что мне больше всего есть что они сказать вот этот вот эквадор который здесь эквадор финджа хоррора эквадор сан августин мне кажется они являются неким дополнением эквадора который помните у них был ладжи за финны кажется назывался вот эквадор обладает определенным таким вот своим профилем как йемен это кофе которое совершенно нельзя ни с чем спутать это кофе который каждый обязан попробовать в джезве и вот эти три эквадора которые представлены фауны в линейке я не знаю какие из них сейчас продажи но вот мне кажется они знаете как три единые части одной какой-то экосистемы то есть вот про эти зерна нельзя сказать как бы что какое-то сильно лучше какое-то сильно хуже это вы знаете как вот эквадор профиль да вот такой сладкий древесный масштабный вкус космический просто который нельзя писать как вот йемен можно ну просто сказать да специи типа специи и цитрус сладкий цвет нифига на самом деле йемен это вот такая всеобъемлющая вообще куча вкусов и вот эквадор его не описать вам надо попробовать но вот говоря о том какой из них лучше нифига даже не скажешь давайте я скажу мой топ первый это ладжи за финна потому что это был очень сладкий очень тельный нечаянный эквадор в котором не присутствовал вообще никакой вот призвука фермента никакого здесь далее идет эквадор финджи хоррора эквадор сангустин второе место это сангустин он здесь это как бы сорт покамара и он тоже очень сладкий очень такой вот ну крутой сорт крутой кофе немыслимый и дальше идет эквадор финджи хоррора он как бы должен ну казалось бы вам быть где-нибудь на месте на первом потому что это эквадорская сидра это просто ну это капец ребята сидра из эквадора это это даже вот панамская гейша это вот для для простолюдина сидра из эквадора это просто но на деле по сравнению с сангустином и ладжи за финной она более терпкая она вот как бы несмотря на то что ваш процесс данным как бы мытая она какая-то как будто чуть-чуть а ну вот написано пачки драйвы я не знаю в чем тут смысл как это вот все обрабатывалось но она какая-то чуть-чуть более терпкая были какая-то такая вот в ней уже прослеживается вот эти вот новомодные вини которые фауна очень любят развивать своих линейках и вот в прошлый раз когда мы все это пробовали это все было по минимуму там была по моему какая-то эфиопия которая вот она была вины например бомбила и было это лишнее здесь вот теперь мы закупились это присутствует просто везде и вот этот закуп фауна он как бы он позитивен для меня мне понравился кофе это хороший экспириес и так далее но этот закуп отбил немножечко желание дальше огромные деньги в кофе вкладывать потому что куда не сунься даже где будет написано блин кошек процесс будет колбасить немножко ферментация если будет написано натуральный процесс там сто процентов как ферментация и я не и устал то есть мне хочется чистого нормального кофе вот та ладжи зефина она я не знаю может она там тоже по надписи блага как от ферментирована она была просто сладкая без призвыку всего вот этого а здесь уже это стало все появляться то есть в сан августине меньше почти не чувствуется в финчах а рора прям чувствуется что она такая какая-то под ферментирована в общем в целом эти три эквадора от фауна заслуживают внимание каждый из вас должен попробовать этот кофе все эквадоры которые я у фауна пробовал они невероятным образом раскрываются в джезве почему они нигде об этом не пишут почему у них все но они такие модные там в москве там эти штучки там выставки до проливайки термоса почему они нигде не говорят про то что их кофе круто в джезве я не знаю но вот сан августин вот этот хоррора особенного джезвина это были зерна просто космического масштаба в джезве этот кофе с джезвой идеально синергичен но у фауна есть проблема которая выяснилось вот сейчас когда на получение партии последнего закупа я перестал большую часть морозить и я решил подходить к вопросу смотреть как кофе меняется со временем и вот если у лоботряса присутствует такая тема или там даже у той же зерновой что ты можешь очень много дней пить кофе меняется да он теряет во вкусе и так далее но он не становится тошнотворным то вот о фауна есть такая история вот их кофе ты достал пачку открыл проходит пять дней шесть и все эти дорогущие эквадоры превращаются в вот я какой пример привести я даже на какую пример привести вот если взять швабру вот мыть огромную площадь полы и швабру эту не это не прочищать потом появляется такая вот история вонять вокруг будет грязными тряпками вот примерно вот я не знаю вот мне почему-то навеял в школе так иногда делали когда в школе учился вот пять дней пять дней все подор нахрен можно этот выбрасывать и это касается всего кофе от фауны я не знаю что это за тема но я думал что это может у меня просто какой-то заклин нет мы с ребятами в группе в чате поговорили и большинство точно так же и есть люди которые говорят бред и ну ну типа да ну ну платите по 3 ксаря или там полтора даже косаря за чтобы это все вот как надо как пеликан быстро выпить чтобы она не испортилась короче вот есть такой момент не знаю на чем они жарят на каком оборудовании но почему-то у их обжарки есть такой эффект вот она блистает буквально первые дни пока этот кофе свежий проходит чуть-чуть времени все хотя те же лоботрясов ты можешь пить пить пока пачка не хочется то есть не будет про горбость ничего не будет и вот эти вот эквадоры джазвина эти не страдала вот эти очень страдают вот они проходят минимум времени и он уже не сладкий он уже терпкий он уже едкий все пить его невозможно и что самое интересное я их дофига по несколько пачку них было и я пробовал в проливайке и они проливайки совершенно не раскрываются для меня на мой вкус то есть эти зерна офигительные в как бы джазве но в проливайки какие-то они я не знаю поэтому друзья попробуйте если хотите кофе крутой мужчину как-то кофе крутой но со своими особенностями далее из этой же линейки и сима колумбия филиппе арчила вот все что там филиппе арчила хайра чего вот это все что колумбийская вы знаете что я не люблю и вот это как раз таки пример дорогущий бессмысленного кофе то сияла в целом довольно едкая часто если вы этот вариацию пили какое-то количество раз вы понимаете о чем я говорю она довольно такая была терпкой и вот колумбийская вот это явно она просто и плюс это явно которая она и ровной ферментации ну то есть это вот ой какой же пример я даже понимаете я даже не знаю вот если где нибудь какая-нибудь у какой-нибудь бабушки где-нибудь квартире аптечка или пакет с таблетками вот что-то вот такое вот это все имеет определенный такой запах запах каких-то таблеток старых вот вот вся колумбия она вот такая вот это ферментировали и вот это колумбия за много денег филиппе арчила она не исключение я ее не смог раскрыть не в джезве я не смог ее раскрыть не в проливайке я просто не понимаю какой смысл в этом кофе то есть нет я даже не хочу описывать в нем просто нет ничего это просто вот и едкая плоская колумбия все знают какой у колумбаса профиль вот такой дешевый простой колумбас но с призвуками едкость и терпкость мне совершенно не подошло поэтому ну даже что касается этих двух лотов давайте про лула инфьюзы это все как бы ну какой-то такой некий что ли обман потому что вы знаете как сказать вот ты открываешь пакет этого лула он пахнет вы спросите чем пахнет лула расскажи нам сложно описать похоже на какую-то сладкую морковь или вот что такое с чем-то цитрусовым или может быть тропическим вот как фейхоа вот вот что то вот такое и вот ты покупаешь зерно очень довольно довольно дорогое да ты покупаешь это все дело это начинаешь варить но этого во вкусе нет то есть вот плоский колумбас да то есть что это это опять по моему арчила да да плоский простейший колумбас вот в котором нет ничего то есть колумбия она как правило вот такая вот она очень очень проста и вот у нее термоядерно-едкий запах вот этой вот истории и у нее редкий вкус но этот лула во вкус не переходит его там нет то есть если делать через проливайку то чуть-чуть как этом какие-то намек вы знаете что это как вот ароматизированный кофе ты понимаешь что это чем-то ароматизировано в джазе у просто нет это все превращается в едкость в терпкость и пить это просто невозможно мало того что вот этот инфьюз он настолько вонючий что короче я тогда помнится мне приехала какая-то из кофемолок новых и вот я решил значит экспериментировать с этим лула и у меня провонялась стартовь молка что мне пришлось идти я уже закрою пожалуй его чтобы у меня не было тёпа клинки потому что он на всю студию здесь сейчас пахнет я пошел забрал кофемолку мне пришлось прям смыльцем все жернова все вот это дело мыть потому что кофе ну неимоверно как бы химически опрысканный ароматный вот но причина как бы моего негативного отношения и конфьюзы что это не переходит во вкус этого нет во вкусе то есть ладно вот это было бам и как у какого-то помните хайра арчила было по моему с 4 или на кого мы делали обзор там прямо вот во вкусе было то есть прям вот это вот что там был папа или что там не помню короче это было прямо во вкусе то пьешь как бы такой чуть-чуть ядковатый весь фермент ядковатый но со вкусом вот этого с чем там его инфьюзили здесь просто этого даже во вкусе нет то есть это какая-то беда но об этом арчила столько всего написано у ребят на сайте там в комментариях о ой мы ждем мы ждем мы ждем я короче купил там по-моему даже две коробки и я даже не знал куда вы здесь у меня один целый второй целый то есть ну пить это невозможно вот а третий какой-то у нас получается 5 кофе по счету да это у нас перу чачмая это мытая красная гейша прикиньте я не знаю есть на сайте нету это кофе очень такой интересный это кофе очень такой специфичный очень сладкий не похож на традиционную гейшу он такой какой-то немножечко древесный он такой вот ну классный то есть он богатый знаете как не традиционный чайная гейша а такая более сильная более плотная сладкая гейша вот что то такое то есть я бы не сказал что этот кофе прям экстраординарный какой-то я бы не сказал что он какой-то сверхъестественный вот но его прикольно попить он очень знаете такой вот в стиле вот был у лоботрясов там какой-то бурбон или что-то вот он был такой специфичный ни на что не похожи и вот этот кофе такой тоже специфичные ни на что не похожи ребята здесь что они пишут они кстати по моему никогда не пишут что здесь во вкусе здесь просто натуральный арабик и так далее ну такой знаете классическая чайная гейша от меня вот если и там такая на какая-то вот с древесностью с травянистости с древесностью вот такая вот в общем и целом как вы понимаете исходя из того что я вам говорю да вот этот закуп у фауна он как-то он 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 не сделал каких-то чудес кофе очень дорогой кофе с какой-то степени экстраординарный да ну тот же лула и так далее но все это понимаете в чем мое разочарование это невозможно пить каждый день то как тот же самый farmer's blend от лоботряс но это в то же время и не выступает хорошим деликатесным кофе потому что это едко это терпко в джазе и тому подобное поэтому вот вот какой-то такой вот вывод поэтому я надеюсь что может быть следующим как-то через раз может быть у фауны закупимся или еще что то потому что немножечко конечно от вот этой их концепции что чтобы они делали это все будет ферментирована я честно говоря прям подустал вот поэтому вот такие дела друзья вот такой мой обзор в этот раз на фауну не самый радужный не самый такой солнечный но как бы однозначно эквадоры однозначно всем бы советовал попробовать чтобы если вы вообще вот увлекаетесь джезвой то вы должны два региона попробовать своей жизни стопроцентно первое это йемен вот просто без йеменского кофе не бывает кофе 2 эквадор это два таких крутых критически разных направления и вот мне кажется фауна одни из тех кто могли бы вас с этим познакомить все что касается их остальных этих экспериментов ферментов это вот мимо меня честно говоря вот такой был мой обзор обязательно вступайте в мою группу друзья в telegram по ссылочке в описании всем огромное отдельное спасибо за то что посмотрели этот выпуск да дослушали меня до конца надеюсь как-то немножко помог вам выборе кофе и обязательно в группе вносите донаты благодаря вашим донатом у нас могут выходить новые выпуски на канале мы можем закупаться уранных обжарщиков как я уже говорил и делать эту рубрику максимально максимально такой вот регулярный поэтому всем спасибо за просмотр и до скорых встреч на канале пока пока увидимся